Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Номер 480. События дня. Яков 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. За какое счастье? 5 апреля 2017 года. Ну, сегодня вот 6. Завтра будет Благовещение Богородицы. Если у кого есть возможность, сходите в храм. И кроме этого, завтра разрешается рыба. Пятница. И воскресенье вербное. Все, два раза за 7 недель. Ну и далее я объясняю, когда можно приходить по скайпу. По скайпу можете выходить на меня. 4.00 Москвы до 16.00 Москвы тоже. И дальше. Кто ждет разговора по скайпу, он должен сначала написать тут же в скайпе снизу. Спросить, когда я буду свободен. И не звонить не в свое время без договоренности, что я свободен и могу принять. Прошу это правило не нарушать. Звонить можно. Все, все это понятно. В скайпе. В скайпе на моей страничке на других ресурсах. Одному и тому же человеку разрешается сделать сообщение не более чем одно за неделю. Прошу не нарушать все регламент. То есть, напиши заранее. Приготовь и раз поставил. Дальше. Вот допустим, люди поссорились между собой. Просят прощения. Вот я беру здесь как эпиграф преподобный Марк Подвижник. Он говорит. Немало нас таких, что печалимся о грехах, а причины их охотно лелеем себе. Причины грехов надо устранить. Вот бывает кто-то обратится, ну а жил где-то блудно, называет гражданский брак. Где говорит гражданский брак? Это не порядок. Вот церковный должен быть брак. Надо выявлять причину. Допустим, ты с кем-то потерял мир. Сразу наизусть запомни Луки 17.3. Евангелие от Луки. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. Если покается, прости ему. А если не покается, двух-трех возьми. А не покается всей общине, скажи, церкви. Церкви. А если не покается, ну будет как мытарий, грешник, свежой человек. Я еще тут показываю, сколько в нас три тома Нового Завета, наше издание. И сколько в каждом знаков без пробелов. И всего в трех книгах Нового Завета с толкованием, в комментариях. Сколько знаков у нас? 4 миллиона 516 тысяч 755. Мы заканчиваем последнюю книгу, начитывать Евангелие от Иоанна. Уже 10 главу перешли. И далее перейдем уже по другой теме. Ну дальше я сравниваю с Ветхим Заветом. Сколько глав, сколько стихов. И далее говорю, что Новый Завет в трех томах. Так, больше Нового Завета в Библии в 7,37 раза. Вот оказывается как. Если 70, это сказать, не 70, а 7 страниц. Это получается 7,7 страниц. А тут 50 получается. Он больше Святой Библии с неканоническими книгами вместе. Вот три тома наши, которые насчитывают. Поскольку? Примерно в 1,424 раза. В 424 тысячных. Не знаешь, как говорится? Знаю, знаю, знаю. Дальше. Больше канонической Библии. В 1,69 раза. Дальше. Вот дальше что пишут. Письма какие получили. Кое-что мы разбираем за прошедший день. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Благодать и мир вам и всей вашей общине. Благодарю моего Господа Иисуса Христа за то, что пью из чистого источника. Читаю вами присланный Новый Завет. Смотрю ваш сайт, ролики и слушаю ваши проповеди. А также рассказываю близким о вас. Но жалко, что у них не у всех есть доступ и умение пользоваться компьютером. Буду показывать ваши книги, рассказывать о том, что сама узнала. Письмо этот сын перешлет вам со своей электронной почты. Сама я пока не умею этим пользоваться. Хотел я еще бы записаться к вам в друзья. Но жду, когда мне сын в этом поможет. Он заканчивает в этом году 11 класс. Ходит на курсы после уроков. Дополнительно к репетитору. Занимается спортом. Легкой атлетикой, пожарно-прикладным спортом от МЧС. Проходит комиссию. Готовится поступать в МЧС в Екатеринбурге. Взял направление. Время у него для меня мало. И поэтому я, если что не умею на компьютере, приходится ждать сына. У него также есть карта, с которой он пересылает вам деньги от моего имени. Я решил оплатить десятину, из которой часть, а именно тысячу рублей, посылаем на вашу карту. Для вашего брата, протеерея и Акима Лапкина. На 500 рублей, лично вам, на икру или рыбу. Как вам будет угодно. Никогда не знал о том, что деньги будут посылать на икру и рыбу. Но кто с тобой живет, он знает на икру и рыбу. Ни копейки мне в рот не попадет. Никогда. Дальше. Так, чтобы вы помянули мою маму Лию за упокой. У нее будет день памяти 8 апреля. Два года со дня смерти. У меня очень много знакомых верующих, прихожан нашего храма, в который я хожу. И которые за Лию молятся. Это в городе, где живу. А как в селе, не знаю, молятся ли кто за нее. Ведь она прожила там от своего замужества до смерти. Мама 8 лет ходила по селу, читала псалтирь по усопшим. И как мне жалко, что она у вас не узнала в свое время. Когда я была на прошлой воскресной службе в храме, то стояла близко к подсвечнику. А там невольно бросалось в глаза то, как подходили разные люди к иконе и прикладывались к ней, предварительно сделав крестное знамение. Но из всех мужчин и женщин, не говоря уже о детях, никто не сделал, кроме одной, правильного на себе креста. Он у них выходил то кривой, то короткий. А иногда не касаясь тела, просто махали рукой. Понимаете как? Когда начинает человек уже видеть это. А необходимо ли видеть, как учат? Тебе за собой смотри, стой. Вот за это ты ответишь, если тебе это все равно. Что я? Сторож брату моему, вот к чему подбивает. И особенно это стараются священники. Вот не тут. Но вы-то почему не учите-то? Не знают, как перекреститься. Она абсолютно права. Просто машут рукой. И что интересно, раньше, ну раньше сколько, года два назад, до этого президент Путин крестное знамение накладал абсолютно правильно. Патриарх как попал на левую сторону, куда-то туда, ниже плеча намного, в карман руку совал. Теперь, гляжу, и Путин стал та же молиться. То есть развратили и его. Вот тебе и ответ. И вот я думаю, что люди просто не знают значения креста. Да и дьякон один у нас тоже делает вроде истого ровно, косаясь тела. Но короткий, тыча в грудь, а не на уровне пупка. Было жаль людей, и я обревелась. Желаю всем человекам спастись и в разум истины прийти. Понимаете, это уже забота о других людях. Знают, священники вот это слышат. Ой, как они не любят. Им главное смирение. А смирение-то и не знают. Перед заповедними Божьими не смиряются. Перед постановлением соборов не смиряются. Они главные нарушители. А здесь что? Зачем ты обречаешь? Это означает не лезь к нам, не трожь нас попов. Тут все хитро и лукаво. Тебе не все равно ты не сквозняк. И эта женщина, она абсолютно правильно делает. Если бы все начали учить, как Златоуст говорит, я один ничего не успею. То, что я вам сказал, несите людям. Будете молчать, это закопанный талант. Вы рай потеряете. Царство небесное лишитесь. И дальше она пишет. Игнатий Тихонович, скажите, правильно ли я решила делать, когда часть десятины буду отдавать священнику, но не обязательно в свой приход. А может и каждый раз разным. А часть откладывать каждый месяц именно на этот месяц. Так как доход бывает разный. И эту вторую часть в деньгах отдавать на храм в виде треб. В кружку, на свечи или украшения храма. Ведь у нас, в отличие от вас, все платно. Даже идя на исповедь, мы платим денежку. И за просворы тоже. По материальному наложению мой статус малоимущая. И хотя я живу с сыном в однокомнатной квартире вдвоем, а прописаны у нас четыре человека. Еще бывший муж и дочь. Она живет отдельно с мужем, они снимают отдельную квартиру. Все пишет. Открытая какая? А у меня нет субсидий на квартплату. И я полностью оплачиваю за всех одна за жилье. Помоги ей, Господи. Я не жалуюсь и уже смирилась с этим положением, так как в свое время узнавала все законы. А так как моя квартира не приватизирована, то и получилось как есть. В данный момент меня интересует только, как мне правильно платить десятину. Я много посмотрела ваших роликов и кое-что прочитала уже в книге к истинному православию. Но до конца не все поняла. Поняла. Хочу спросить вас, если я приняла решение в 23 года... Что поняла? А, крещение. Крещение. Ты что делаешь, а? Крещение в 23 года, имея веру, и по своему добровольному желанию, но без оглашения, никто не делал, но Господа Иисуса Христа не знала, как истинного Бога, то есть имя Его было от меня сокрыто. То есть имя Его, то есть, то есть это разное. А то есть это... Ну не так считаешь. То есть. Было закрыто, и только позднее узнала, как сама купила книги. Новый завет, катехизис, закон Божий, и самостоятельно все изучала, и участвовала во всех святых таинствах, и венчалась в свое время, и соборовалась, и причащалась каждый месяц, соблюдала все посты, среду и пятницу, и все четыре поста в году. Правда, не всегда строго, так как кануны не знала, да еще гастрит имела. Чем себе поблажала... Чем себе... Чем себе поблажала есть строгий пост, часто с растительным маслом, даже в среду и пятницу, то нужно ли мне креститься полным погружением? Ну, речь идет только о том, что была погружена или не погружена, имела веру или не веру. Два вопроса. То будет верить и креститься. Слово креститься, погружаться. Тауфан. Другого нету. Баптизан. Если не погружен, какое крещение? Вот воины я сынецки вообще это не признавал. На Афоне никогда не признавали. И кто из России приезжает, всех крестятся заново. И почему заново? Да потому что ничего не было, были обмануты. И далее. Благодать Божию на себе я часто чувствовала, так как были у меня чудесные исцеления. И у моих близких я менялась нравственно в лучшую сторону. То есть и внутренней, да и внешней. Как-то пыталась одно время носить брюки. Но совесть мучила. Да так и бросила. Пользовалась много косметикой. Но с детства, имея комплекс неполноценности, а точнее страсть, гордость, по милости Божьей отказывалась. Правда постепенно. Единственное, что уже не могу поправить, это брови. Так как они у меня в одно время наполовину протерлись от постоянного ношения шапки на бровях, то их выщипала, думая, что заново вырастут. Но, увы, это моя беда. Теперь приходится их рисовать. В юности прокалывала уши, но когда в житиях святых прочитала, что это змеи, то сразу сняла и больше не носила. Дырочки заросли, остался только след. Мама тоже носила когда-то сережки, но я ей проповедовала о многом. В частности, и о сережках тоже. И она потом их уже не носила. О своей вере никогда не скрывала. И внутри своей семьи, и для своих родителей, и для свекрови, которая крестилась у нас в городе, и в семьях своих родных братьев и прочих родственников, говорила о вере православной, а также на своей работе в лицее и подругам, которых со временем пришлось поменять с неверующих на верующих, или привести к вере благодатью Божией. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей». Псалом 113.9 А также, милостью Божией, уже два года прошло, как я отказалась совсем от всякого мяса, всякого алкоголя, хотя я раньше-то пробовала только вино и ничего больше, шампанское, один раз специально, но так как соблазнялись мои дети и родители, то из-за них и вовсе отказалась. «Было еще такое, что я по молодости, имея ревность к своему спасению, брала благословение у одного почитаемого старца, ныне уже покойного архимандрита Н, духовника Санаксарского монастыря. На два года не есть мясо, но через месяц где-то узнала, что я беременна вторым ребенком, что на меня по отношению к мясу не повлияло. И только после рождения сына, когда было очень много искушений, я сделала ошибку, доверившись одной верующей знакомой, и сказав ей, что я не ем мясо, и просила ее совета. С мужем мы жили плохо, дети часто болели, а я была в сильном упадке духовных и телесных сил. То был дан совет есть мясо, и я поела, а потом она вдруг послала к старцу за советом. Но тот старец, который меня благословлял на подвиг, уже умер, то послала к другому. Но поскольку я уже мясо попробовала, то смысла не было ехать, и получилось, из двух лет я не ела всего 13 месяцев. Очень сожалела о нарушении. Но что впоследствии привлияло на то, что я все-таки решилась совсем не есть мясо. А так как у нас на работе много татар, и мы иногда оказываемся вместе за одним столом, то юбилей у кого-то, зато праздник, то я и радуюсь, что мне приходится свидетельствовать о своей вере не только словами, но и делами. Игнатий Тихонович, скажите, в чем отличие проповеди от благовестия, если они есть? Вот так, подожди. Вот она уже много сказала, начиная от десятины. Где вы причащаетесь, у какого священника-то, желательно там и отдавать. А так бывает, другой священник, вот так начнутся сразу по одному приносить, а у другого-то ничего и не будет. У нас так принято. Где причащается, там и поддерживать надо необходимо. А другое, что там в кружку где-то, ну, надо просто смотреть где, не утаскивать из кружки. А то у меня сестра одно время работала в храме бухгалтером, она видела, когда деньги большие на храм собирали, и тут же, если большие астигнации, и которые комиссии, они тут же прям, прям тут же хватали, говорит, за пазуху себе деньги и все. И об этом патриарх Алексей Второй говорил. Староста схватил сумку с деньгами и убежал. И он говорит, каких бандитов напринимали церковь. Патриарх Алексей Второй, это его слова. Так что лучше отдать в руки. Дальше. Вот вы о чем спрашивали, там, вот это отличие проповеди и благовестия. Проповедь, это, когда человек говорит и что-то проповедует. Проповедует о машинах, о земле, о государственном строе. Гитлер проповедник был. Маус Зедун проповедник. И Фидель Кастер, это все проповедники были. Но что именно? О чем? О благовестии, это уже говорит о Христе, о благой вести, сошедшей с неба. Это может быть. И может быть отдельный кружок учиться, проповедник, благовестовать. Нельзя научиться только миссии. Миссионерству нельзя научиться. Знать ты можешь, слышать можешь, а ничего не будет. Миссия никогда не была компанией какой-то. Кружки, там вот сейчас отдел, это все обман. Миссия, это два человека. Считайте. Господь, говорит, ты сбрал 70 человек и подвое послал. Миссия, это труд Духа Святого. А сегодня это тонкое чувствование во Христе Иисусе. Разговаривать с человеком. Ему открыта душа человека. А сегодня туда, называется, миссионерские отделы самые жестокие, непримиримые, лживые, корыстные. Все туда, как в яму какую-то, стаскивается. И этого не понимают и не видят до самых архиереев. Миссионерские отделы никто никогда не создавал. Вот посылает Господь, Кириллами поди идут двое. Никаких отделов не было. Ну, не было никогда, нигде. Подвое. Они ничего не понимают. Миссионерский отдел, где они нашли? У святых отцов не было. В Библии не было. Нигде не было. Это придумали для отмазки. И теперь, что она дальше будет говорить? Так. А как вам со стороны виднее? То скажите, было ли у меня рождение свыше? Вот понимаете, как рождение свыше было или не было? Вот так, то, что вы написали, это открыто. Я понимаю, которые священники выходят на ответы, как они вас судить будут? Вот она фарисейка, она два раза пастится. Они не понимают, куда эти слова сказать. Это хорошо, что вы все это открыли. У вас есть страх Божий. Хотя иногда нарушали, все так открыто говорить. Рождение свыше, это вопросы другие надо задавать. Вы поняли или нет, что со всеми нашими постами, со всем, что есть, мы погибшие, если мы не живем в Духе Святом? Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам 8-9. Я же не могу сказать, чувствуете ли, слышите ли голос Духа Божия? Кто не имеет, имеете или не имеете, я как могу сказать? Вы только сами должны видеть это дело-то. Ну и неплохо, что спрашиваете. Нельзя это сказать. Но внешне, о чем вы говорите, это необходимо. Просто необходимо. Стоить на молитве человек и колени поднимать ногу, этого нельзя делать. Святые говорят об этом, да мало того, известные святые, как Григорий Чудотворец, как жаравленный в болоте, говорит, ногу поджимаешь. Стой напряженно. Они так молились напряженно, что пот стекал с них и рядом земля, которая пыль превращалась в грязь. Я даже такого представить не могу, как это. Так, хотя я понимаю, что что плод моей веры ни в сто крат, ни в шестьдесят, ни в тридцать, а намного, много меньше. Зато есть сильное желание спастись и такое же чувство уверенности, что я погибший овца. И если вдруг умру, то и сразу пойду в ад. Так как грехов не счесть. Видите, у спасенного человека, верующего в Сына Божия имеет жизнь в вечере, у него другое. Он это знает, и все это как за экраном. Он постоянно благодарит за спасение. Господь говорит, и брошу грехи ваши за хребет, и не вспомню, как будто никогда не было. Когда мы верим, что за нас умер Христос, пролил свою причистую кровь и омыл нас. Наши грехи Он взял на себя, агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Теанна 1,29. Вот. Чувство радости. Почему в послании к филиппийцам Павел пишет, радуйтесь. И еще раз говорю, радуйтесь. Вот. Я умру, пойду в ад. Это говорил Пимен Великий. Где ты будешь, когда умрешь? Там, где сатана. Ну, это игра. Если ты все еще верующий, где сатана будет, да какая твоя вера? Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, что не сравненно лучше. Со Христом. А уверены, что спасемся? Бог знает. Но мы должны верить, что любовь Божия коснулась нашего сердца, а мы живем по его заповедям. Дальше. Стараюсь всегда думать о смерти и держать свой ум при аде. А чтобы не унывать, у меня остается надежда и упование на милость Божью. Правильно. Еще вспомнила, был такой случай лет пять назад или более, когда я на время поста убирала телевизор подальше. Чтобы ни я, ни дети его не смотрели, а после поста опять могли смотреть. Но меня всегда мучила совесть. И вот как-то мы делали ремонт, а в связи с ним и перестановку. И мне пришлось убирать телевизор на кухню и ставить его на тумбочку, где раньше стояли иконы, которые пришлось убрать в другое место. И вот, когда в угол вместо икон был поставлен телевизор, то меня сразу поразило обличение. В моих мыслях ясно вспомнилась Евангелие, а именно слова мерзость запустения. И тогда я поняла, как враг хотел над нами посмеяться. Тогда, гневаясь на врага с нашего спасения, я вообще убрала телевизор далеко. Сходила и отказалась от кабельного платного телевидения. Мне пришли и отрезали кабель и отключили, и с тех пор мы про телевизор забыли. Слава Богу за все. Видите как? Как у меня интересно было. Я домой приезжаю в деревню Потеряевки. Еще старая была Потеряевка где-то. Ну и иду перед окном. А в окно-то меня видят. Потом мне рассказывал брат и смеялся. Он привел товарищей, они сидят, выпивают. У нас иконы, они курят. Он как увидел в окно-то, они ничего не знают, сидят, выпивают. Ну не пьяные, не валяются-то. Он говорит, Игнатий приехал внезапно-то. Они как бросились, мужики, говорят, на улицу с той стороны выскочили, дверь открыли, он говорит, я давай махать, тут еще в руках есть, тут дым-то выгнат. Но я правда пока в огороде-то был, там зашел сначала в огород. И приехал как-то в Киргизии наши жили-то. И они узнали, что я приезжаю. Так они не знали, куда телевизор деть. Они затащили его в баню и под полок спрятали. Слава Иисусу Христу! Я им ничего и не говорил. Но я говорил, что телевизор надо уничтожить. Тогда-то не было, как сейчас. Мне что надо? Вот я вчера смотрел хоть пост, но что-то подсматриваю. Мне надо с кем-то поговорить, сбрасывать какие-то указания, там такой-то священник или еще кто-то, правильно ли он говорит. Ну и попутно бывает по цепи что-то. Вот вчера я смотрел про орлов, про орланов. Я орнитологию любил с детских лет, еще читать не умел. Даже лет, года четыре, помню себя, я всегда за птичками наблюдал. И первую книгу, которую купил, сдавая шкурки с услиной, книга была или Виталия Бианки, там лесная газета. И эта книга была четыре с чем-то страниц. Знать все про птиц. Видите как? И дальше говорите. Игнатий Тихонович, простите, что пишу много, но от избытка чувств глаголят ста. Я когда учился в школе, и читали письмо одно, сейчас не помню кого, ну какого-то человека, ну видно хорошего. И он в конце сделал приписку, прости меня, говорит, что я много написал, у меня не было времени написать меньше. Ну наоборот кажется, а на самом деле, чтобы отшлифованная была мысль. Дальше. нахожу общее между вами и собой и радуюсь как дитя, хотя сравнение как небо от земли, но все-таки. Например, я тоже люблю бабушек, и у меня их много верующих. Мы общаемся, молимся друг за друга, а тех, которые уже умерли, поминаю о покоении, как любовь не кончается. Вот это точно. Я помню. Поехал я учиться в Барнавул, а учиться не хотел никак. Хотел коней пасти. Уже все, договорился. Отец меня буквально прогнал. Нет, иди учись. Ну дали мне доехать до Барнавулу, а дальше сам зарабатываю, денег нету. А осенью, когда кололи гусей, два гуся мне дали. Я их там распилил по спичечному коробку, ну мясо, спичечный коробок. Когда поста не было, так мне суп там варили, где я жил на квартире. Ну любовь-то действительно не кончается. И в окно смотрел, напротив сидела бабушка какая-то около дороги. Оказывается, соседи плохо с ней обращались. И я от своей стипендии, 26 рублей, помню, было, 6 рублей за квартиру, и какие-то там рубль останется где-то, перебежать дорогу и ей дать. Ну дело прошлое, что я хвалюсь или что-то. Просто я любил бабушек. Вот любил их и все. Они какие-то такие покинутые бывают, и так. Также имеем дома весы, имеем дома весы и следим каждый за своим весом. Приобрели 4-5 лет назад, когда у сына был лишний вес, который влиял сильно на его здоровье. Мы с сыном попали в моего папу, в том смысле, что всегда часто потеем, а чего, правда, пьем много жидкости. А летом в жиру ходим всегда мокрые, так что иногда потеем и не работаем. Мне это на работе в школе всегда мешает, так как из-за того простываю быстро и познаю свою немощь, но что невольно и смиряет. Да еще у меня такая натура, как была у моих родителей, а сейчас у моих детей. Это то, что мы любим все быстро делать, особенно ходим быстрым шагом, так что и папу моего... Ходим ходить! Особенно ходить быстрым шагом. Так что и папу моего, и меня теперь называют метеором или ураганом. Можно сказать, бегом хожу, бегом работаю, на ходу снимаю пальто и так далее. Это я абсолютно так и делаю всегда. Приехал тут журналист один, ну идем, ну, Макаров Сергей Сергеевич, ну идет, прям вот ноги едва перестал. Ну, что ты так идешь? А у нас, он моложе меня еще. Я показал впереди там столбов 4 или 5 там. Я говорю, давай до него, вот как мы идем? Отпусти меня руку-то. Ну, я до туда дошел, обыкновенным шагом обернулся, он еще два столба, до меня ему идти надо. Железная дорога, тут я жил около нее. И когда на работу с работы, ну, я всегда бегом бегаю. И мне спрашивали как-то, ты-то мужик хоть шагом-то умеешь ходить или нет? Ну, просто мне это интересно так. Вот все сказали, пальто на ходу снимают, у меня там мой порядок такой. Это все я сообщаю не для славы моей, своей, а для того, чтобы получить от вас обличение и наставление в свой адрес, так как у меня нет духовника, а исправляться надо. Ну, обличение какое? Молишься где? Радуйся, благодари Бога. Тут вы наговорили столько, что тут не обличать, а самому надо исправляться, глядя на вас. Дальше. Игнатий Тихонович, я еще хотел сказать, что как-то увидел один фильм в интернете, «12 афонских старцев» и другие против с Восьмого Вселенского Собора и Ереси и Латинства. В нем о вступлении нашей православной церкви в Совет Всемирных Церквей. Когда я смотрел этот фильм, то плакала просто на взрыд. Если сможете, то дайте комментарий на этот фильм, то есть в интернете. Игнатий Тихонович, благодарю вас за терпение. Дай вам Бог ясной памяти, зоркого чистого зрения, здоровья и многое-многое лето нам во спасение. Жду ответа. До свидания. Екатерина Голубева, город Ульяновск. Ну вот вчера как раз вообще же в переписке у нас было, и она там обо всем этом тоже написала и сказала, «Я люблю, когда вот так люди открыты. Никаких только аватаров, там, как говорят ники, абсолютно не принимаю. Это ложь. Своя фамилия, адрес свой и прочее». Ну что на это сказать? Вот фильм. Я его смотреть даже не... У меня времени абсолютно нету. Я против вступления во Всемирный Советский Аркадий. Категорически против. Поэтому молиться только... Мы повлиять никак не можем. Мы можем только молиться, и чтобы Господь спас нас от всего этого. Разумение у вас правильное. Ну, ваше сердце уже подсказало, что это не нужно. Плакали. Это говорит о нашем внутреннем состоянии. Ну и ссылка на фильм. Вот здесь вот, если ткнуть его, туда пойдешь. Может быть, как-то и посмотрю, когда сейчас и смотрел. Но я дал знать, когда это будет. Сегодня у нас 6 апреля. Значит, за 6 апреля ждите, когда будет событие дня. Владислав Марущак пишет. Пишет. Той Иоанн Златоуст, епископ Константинопольский, 4 век, кавычки открыты. Незнание священного писания есть опаснейшее состояние, погружающее нас в глубину погибели. Это говорит Иоанн Златоуст. Ну, 4 век, маленько, нужно сказать, 5 век. 5 век, это когда умер. В 407 году он умер. Насильственно, так сказать, оборванная жизнь. Святой Афанасий, архиепископ Александрийский, 4 век, говорит, кавычки открыты. Книги, священное писание, суть источники спасения, из которых каждый жаждущий может черпать Слово Божие. В них одних единственно содержится учение, ведущее к благочестию. Вот это все, взятие, тысячу лет в России, 900 лет не было. Ну, как это так? А что? Незнание писания опаснейшее состояние, погружающее в глубину погибели. Ну, вот эту одну фразу, я на Затаусу, чтобы только в церкви говорили, уже бы Библию от руки переписывать вначале. Святой Игнатий, 19 век, наобращенниках, кавычки открыты. 19 век, он открыт, только в 19 веке был. А это современник Пушкина. Отцы, близкие к нашему времени, называют богодохновенных руководителей достоянием древности и уже решительно завещивают в руководство священное писание, проверяемый по этим писаниям, принимаемый с величайшей осмотрительностью и осторожностью совет современных братьев. Вот поэтому едут к священникам, то другое. Какой они совет-то дают, когда они Библию не знают? Что он может ответить-то? Едут, власий каких-то ищут, смотришь, еще не знают. Преподобный Пахомий Великий, 4 век, основатель общежительного монашества, знал наизусть Святой Евангелие и вменял ученикам своим в непременную обязанность выучить его. Ну, выучить наизусть, говорит, знает, ну, понимаете, это образное выражение. Я ни разу не встречал, кто знает наизусть. Я встречал человека один, ну, юноша был, он 118-й псалом знал наизусть. Одного только, одного знал, который один псалом знал наизусть. Это, это очень даже непросто. Преподобный Серафим Саровский, 19 век, каждую неделю прочитывал все Евангелие в деянии послания апостолов. 19-е правило 6-го Вселенского Собора, это 680-е 881-е года, гласит, кавышки открыты, предстоятели церквей должны во все дни, особенно же в дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины. Божественным Писанием называется только Святая Библия. Второе правило 7-го Вселенского Собора, 787-й год, определяет при возведении в сан Епископа тщательно испытывать священника, имеет ли усердие с размышлением, а не мимоходом, читать Святое Евангелие и книгу Божественного Апостола и все Божественное Писание и поступать по заповедям Божьим. До этого никто и не спрашивает. Главное, что умеет ли он платить деньги и прочее. Сегодня это даже не нужно никому. Священники, ставь, сегодня дождают Писание, он понятия не имеет. Сборник Спутник Христианина составлен в 1898 году священником Николаем Успенским, кавычки открыты. Из всех книг, сколько у нас есть на свете, самая истинная и самая полезная Святая Библия. Тут говорится о нашем спасении. Поэтому-то перед чтением и до прочтения Евангелия всегда поют в церкви «Слава Тебе, Господи! Слава Тебе!» Православные, читайте или же слушайте Библию с благоговением, как письмо, присланное вам с неба от Бога. В ней есть все, что нам нужно знать для нашего спасения. Приобретение Библии в настоящее время легко для всякого и везде. Если при всем этом у тебя нет Библии, то тебе уже нечем оправдаться перед Богом и Спасителем в том, что до сих пор не имеешь еще столь спасительной книги. Видите, считайте, слушайте Библию. Сектанты это все до одного, любая из тех, это все знают. О православном как открытие какое, вот это. И что здесь написано? Сектанты это... потому они сектанты отошли от церкви, что Слово Божие могут знать дальше. Юрий Соболев, миром, Игнатий Тихонович, к вам с вопросами, но не со своими, хотя я тоже хотел бы знать на них ответ, а с вопросами от близких, брата и сестры. Именно они адресуют вам свои вопросы через мое посредство, дабы услышать нам всем ответы во свете Библии. Вот уже понимает как ответ во свете Библии. Все. Этот человек теперь будет конкретно знать, что он не ко мне пришел, он пришел к Богу, что Бог скажет через слово свое. Так, первое. Сестра спрашивает, кавычки открыты, как узнать, простил ли Бог мне мой конкретный грех? Мне на память пришло лишь житие преподобного Варлама Керецкого, который о том же просил Всевышнего, курсив мой Юрий Соболев. Второе уже брат задает. Кавычки открыты. На занятии говорили о том как раз, что надо искать волю Божию, о том, как и куда двигаться в плане места жительства, на что есть благословение, а на что нет. Кстати, вот у Игнатия Тихоновича есть ответ на такой вопрос? Это уже к Юрии задают там у них вопрос, на занятии где-то. Я отвечаю, есть, и притом неоднократно отвечал. Я отвечаю. Игнатий Лапкин, хотя вопрос мне и понятен, и не разу же отвечал на него. Но как только прочитал ваш вопрос, то снова на молитву и на поклоны. Сто поклонов не на сто вопросов, а только на один, всего лишь на один. На один вопрос ответить, сто поклонов, и ты будешь понимать, что ты не сам отвечаешь. К слову сказать, на нашем сайте, православном, библейском, во свете Библии, даю сохранившиеся ответы. Лишь малая часть из бывших, всего на 4124 вопроса, разделенные на 50 папок тем. Мы научены Господом, нашим Иисусом Христом, испрашивать волю Божию, и чтобы именно воля Божия исполнялась в нашей жизни, во всех проекциях, как наипростейших, так до самых сложных, и вседневно посмертных. Матфея 6, 10. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Матфея 26, 42. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя. Это не одно местописание, везде Библия говорится, и Христос молился. Лука 11, 12. Он сказал им, когда молитесь, говорите, Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Когда молитесь, тогда и желайте получить благословение, Отче на исполнение, свершение Его воли. Возьмем хотя бы 10 указаний, какова воля Божия, чтобы нам не высветить свою волю. Более, чем Божию, как в письме Рылеевой матери, о сыне Кондратии, повешенном декабристе. 1 Петра 2, 15. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, в Бога бойтесь, царя чтите. Что выражается, воля Божия в чем? Вот как вести себя. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Это все воля Божия. И вот то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, приносит скорби, страдая несправедливо. Смотрим. Ибо, дальше, такова есть воля Божия. Вот впереди. Ибо такова есть воля Божия. Все остальное подтверждает только, и мы должны это видеть. Такова воля Божия. Я выделяю это. Дальше. Значит, мимо нас подымет Майдан, демонстрации против всяких разных и полосатых. Ропота не коснемся, и тени его. Вот так. Значит, мимо нас подымят, только дым пойдет один. А, подымят. Я думал, поднимут, подымят. Нет, нет. Ну, давай, поставим одну букву еще, чтобы понятнее было еще. Продымят. Это одно и то же. Дальше. Римлянам 1.10. Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопредспешила мне прийти к вам. Волю Божию ждал правильный вопрос. Какая она воля Божия? Воля Божия, благая, угодная и совершенная. И какая же она в конкретном случае? Тут снова все наши четыре подвопроса всплывают в памяти. Вот теперь что? Благая, угодная и совершенная. Вот как их узнавать? Теперь я показываю рецепт. Первое. Чего мы просим? Ищем земного или небесного? Временного или вечного? Вот теперь определяй. Сам на твой вопрос можешь ответить. Второе. Что говорит об этом предмете Святая Библия? Тут, конечно, поисковикам библейским не обойтись. Иногда в познании воли Божией стоят иные фразы в Суде 6.39. И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Он познавал волю Божию через шерсть. И Клисиас 2.4. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники. Деяние 16.6. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Не были допущены, нет, воли Божией. Дальше. До Деда Миссии предпринимали идти в Эфинию, но Дух не допустил их. Вот так. Миновав же Миссию, они, сошли они в Драду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, прийти в Македонию и помоги нам. После всего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Видите, как познавали волю Божию. Павел ее сразу не мог узнать. Делал попытки, пока с одного места переходили в другое, воля Божия все еще была неизвестна. И надо делать попытки. Третье. Что говорит о том моя совесть? Вот это третий вопрос в познании воли Божией и есть самый трудный и опасный. Иоанна 8, 9. Они же, услышав той будущей обличаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина стоящая посреди. Деяние 24, 16. Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. 1 Петра 3, 16. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Вот совесть, совесть, это третий вопрос. Как совесть говорит? Как добрую совесть иметь? И дальше. Римлянам 2, 15. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие на другую. Римлянам 13, 5. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. По совести. 2 Коринфянам 4, 2. Но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. 1 Коринфянам 10, 29. Совесть же, разумею, не свою, а другого, ибо для чего моей совести быть судимой чужой совестью? 1 Тимофея 1, 19. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Еремея 17, 9. Лукавое сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Оно испорчено, и надо узнавать, это очень и очень непросто даже. Евреям 3, 12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Иакова 1, 14. Но каждый скушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть, возвращав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Ереме 16, 12. А вы поступаете еще хуже отцов ваших и живете каждый по упорству злого сердца своего, чтобы не слушать меня. 1, Тимофея 4, 2. Через лицемерие лжесловистников, сожженных в совести своей. Вот это беда. Третий вопрос это, что говорит совесть моя. Очень трудно. Во-первых, совесть может быть такая, быть порченной, сжженной, один пепел от нее. И четвертый вопрос надо решить. Не будет ли это мое решение во вред или на соблазн кому-либо? Решив эти четыре вопроса, человек подходит вплотную к воплощению задуманного. Волю Божию узнает. И последнее. Помолиться и посоветоваться со священником, кто является твоим духовником. И очень желательно, чтобы он был верующий, рожденный свыше, исполненный Духа Святого. Ефесянам 5, 17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. 1-й Псалоникийцам 4, 3. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. 1-й Псалоникийцам 5, 18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Вот именно что дает нам знание воли Божьей. Я показываю. Марка 3, 35. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Лука 7, 30. Фарисеи и законники отвергли волю Божию себе, не крестившись от него. 1-й Иоанна 2, 17. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Ефесянам 6, 6. Не с видимой только услужливостью как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Евреям 10, 36. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Относительно того, простил ли Бог мои конкретные грехи, на это тоже есть указание, чтобы верили сказанному в Слове Божием, то есть в Священном Писании, то есть в Святой Библии. Исайя 38, 17. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Солом 84, 3. Простил беззаконие народа твоего, покрыл все грехи его. Стерахов 34, 24. Когда кто омывается от осквернения мертвым и опять прикасается к нему, какая польза от его омывения? 2 Петра 2, 20. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждается ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Прощаются не прощаются грехи. Я показываю, что Библия говорит. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину. И вымытая свинья идет валяться в грязи. Евреям 10, 26. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертв за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Евреям 6, 4, 6. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаяние, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются ему. Иаков 4, 17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. В житиях говорится об одном дьяконе, который просил знамения, что ему грех прощен. 1 сентября Семен Столпник монах дьякон Мина ушел в мир, а потом вернулся и просил у Бога знамения, прощен ли он? И когда нес дары, у него вытек глаз и он понял, что прощен. Знамение какое? Дальше. Я дальше спрашиваю. Нам это нужно? Матфей 18, 32. Тогда государь призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Марка 11, 25. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш небесный простил вам согрешения ваши. Это вторая вопрос, а не о крещении, это о прощении грехов. Лука 7, 42. Ну как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его? Ну скажи, вот такой мой ответ, может ли понравиться тем, которые привыкли от священника его слова слушать? Никогда, это же Библия, они ее не любят и не знают. И Юрий собраться чищает. Сердечный и низкий поклон вам, Игнатий Тихонович, от всех нас за дивное раскрытие вопроса, за обильный духовный свет Слова Божия в ответе. У меня ничего здесь нету. Богу слава. Дальше. Спаси Христос, от себя добавлю, не могу выразить свои переживания и отпечатления вашим ответом. Может, это и есть исихазм? Искренне, сам не знаю, доброй шуткой литье вопрошаю или констатирую, предельно серьезно. Вчера одна пишет мне. Добрый вечер. Книги получил. Ваша твердость в вере для нас слабых, как маяк в сумраке верском. Слава Христу с уважением Владиславом Рязань. Ну вот, он говорит, получил. Я сейчас даже покажу его. У меня порядок такой, кто получил, должен сфотографироваться и с книгами в руках. Вот сейчас мы посмотрим, кто получил. Вот он. Книги, видите, наш Новый Завет. В руках у него Владислав с бородкой, все как положено. Наши книги, не другие, они заметны с закладками, ну и все остальное проще. Дальше я его убираю. Тут у нас как будто бы закончилось все. Теперь наши ресурсы показать нужно. Это мой мир. Вот он где. Вот очень богатый. Тут видео сколько у нас? 5607. 607. Но на 1200, правда, меньше видеороликов, чем видеоканал. Это с видеоканала все. Видите, немножко друзей тут есть. Раньше у меня 10 тысяч было, а сейчас 4400. Я перебрал, где фотографии неясные, очки черные надеты. Я их всех убрал. Это я не люблю и предупредил, они не делают. Ну и вот вчера посмотреть, сколько у нас было посещаемость на форуме. Ну какое? 533. 533. Для нас эта цифра даже больше средней. 350 обычно бывает. Вот как виден наш видеоканал. Вот так, пожалуйста. 1600 тем. Две темы я тут убрал, они похожие были. И вот наш видеоканал. Посмотри какой. Вот видеоканал каждый день я где-то ну вот это я ночью ставлю где-то в первом часу ночи, во втором часу. И вот поставил сколько? Самым малым авторитетом пользуется проповедь Златоуста, что интересно. 14. А события дня? 119. 119. А вот еще тут одна. Да будет рука твоя в помощь мне. Я поверение твоей люблю. Сколько здесь? 117. 117. Вот. Ну вот такое дело. А вчера воду тут голубям в тазике напомнил о поездке дальней. Уже посещение 544. За 20 часов. То есть одно разное. Тут уже больше два дня прошло, потому что не два дня, день один прошел. И вот событие включает у нас наш православный библейский сайт. И только открыть его вот так по-русски зарядите в гугле. И все. Нажмете на видеоканал зайти, нажмете на православный форум, здесь наши книги, фотографии, звуки, видео, кино, вопросы и ответы. И с сегодняшнего дня добавляю вопросами и ответами из другой темы. Священство. Священство. И вот сегодня начинаем эти вопросы выносить для обозрения. Оп, как это получилось нехорошо. Что это такое у меня совсем непонятно. Вот это священство, да? Да, да, да. Что-то понес, а она вырвала как-то. Вопрос 665 Второй том открытым оком. Родство с Авраамом доказывалось не именем и не происхождением, но подобием дел и помыслов. Такие апостольское преемство основано не на передаче церковной власти, а на преемственности духовной. Как вы относитесь к такой позиции по этому вопросу? Это сектанты, да. Ну да, в университетах, которые задавали, в университетах, где я имел занятия, у нас просто высокий уровень был этих людей по священному описанию. Дальше. Римлянам 2.25.29 Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? Да. И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Относительно духовного родства это так, но оно не должно стоять вопреки четкого указания Христова, что он основывает церковь, и в ней будут люди спасаться. В нашем противосектантском материале в разделе церкви и священстве читайте об этом подробно. Где нет истинного рукоположного священства по нисходящей линии преемственного от апостолов до наших дней, там нет церкви, а вне церкви нет спасения, как в океане вне корабля. Деяние 2.47 Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А зачем бы прилагать-то, если можно без церкви, так прилагал спасаемых к церкви, вот и все, это означает не церкви, не спасение. Если спасение есть вне церкви, то зачем же их уже спасаемых прилагать к ней? Вопрос. Титу 1.5 Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. Не кто-то другой, а епископ ставит. Деяние 14.23 А у сектантов самозванство, они наследники Дафана, Верона и Корея, число 16 глава. Рукоположив же им пресвитеров, каждой церкви они помолились с постом и предали их Господу, в которого уверовали. Эти две цитаты очень четко говорят, что без рукоположенных апостолам пресвитеров дело недокончено, неполно, недостроено, несовершенно. Вот так. Далее, чтобы нам тут не мешало, я все это закрою, просто вытаскивать буду вопросики о священстве тема. Давай. Вопрос 2170-й, 8-й том, открытым оком, число 18-26. Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от них в удел, то возносите из нее возношение Господу десятину из десятины. Должны ли современные священники следовать этим указаниям Господа? Если да, то кому они должны отдавать десятину? И известны ли вам такие примеры? Это вопросы на занятиях задают. И люди, видно, что священное Писание уже проникает в людей. Ответ. Указаний в Новом Завете на эту десятину а десятин нет. Но по смыслу, так как и о самой десятине у апостолов нет ничего, то должны священники отдавать на храм, на свечи, на ладан, елей, на вино и муку. Как знаем из житий святых, что священники и апостолы, что получали, то они и раздавали на нуждающихся, помни о бедных. Галатам 2.10. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности. Вот, пожалуйста, Павел, что имел, отдавал куда? То есть, здесь его простор в мысли. На десятины, из десятины они отдавали. Вопрос опять то же самое. Так, это же самое? Да. Ну, а как же так? Это один вопрос. Дважды повторился, его убрать надо тогда. Я его скину, зачем, почему-то. Может, моя вина, что я его скопировал. Вопрос 3683, 24-й том, открытый боком. Из Лексимбурга от священника. Кто вас благословил, чтобы издать к истинному православию? Передайте господину Булаху благодарность за его книгу Алтай, земля, люди. Кто благословил меня издать книгу к истинному православию? Да кто же благословит ее издать-то, когда там нет похвалы священникам-то? Ты ее прочитай сначала, 40 лет материал собирал ее. Это священник, Сергий Пух, фамилия его. Хороший, хороший батюшка. Ответ. Что вообще кроется в этом вопросе? Просто ли хочется человеку узнать или же он уже вынес вердикт, что нормальный священник или архиерей никогда не благословит эту книгу? Потому что думаю, что именно о второй части предположения идет речь и по тому буду отвечать. Эта книга вышла из печати в 2002 году и переиздана в 2007 году. Отдельные главы, такие как «К истинному правокрещению», «Покаянии», «О молитве», «О Библии» и другие были изданы еще до моей поездки в Америку до 1992 года. И я их брал с собой и там давал всем, с кем встречался. Жил я в одном доме с архиепископом Лос-Анджелесским Антонием Сенкевичем и давал ему на рассмотрение. А этот цензор еще тот, один из самых-самых, и он мне одно сказал, «Никаких отступлений от истины нет». Материалы отсылал практически всем до одного советским и зарубежным архиереем и очень многим священникам. Я бы Осипова отсылал тоже. Возражений не поступило ни от одного. А теперь и вся книга в интернете. И там уже побывало на нашем сайте более 30 тысяч человек. 30 тысяч? А сегодня не 3 тысячи, а больше. Я даже могу показать, сколько у нас просмотров здесь было. Сколько здесь? 5 миллионов 786 тысяч. 554 просмотра. Ну, насчет разница есть. Так. Скачивает себе и опять же ни одного возражения. Почему в книге «Открытый моком» в 8-й том на фотографии виден батюшка отец Аким и рядом с ним углубился в эту книгу к истинному православию наш правящий епископ Евтихий Курочкин. И он не выразил ни согласия ни письменно, ни устно. Почему? Значит, не в углу себя книга, не подметная, а с обратным адресом и всеми реквизитами. Отдать благословение мне никто и не мог, так как тогда мы были ничьи, а нас травили в патриархии попы невежды. Все начиналось с проповеди о Христе и о правильном входе в церковь. Потом уж постепенно добавлялись иные злободневные темы. На пять книг есть благословение епископа Евтихия, на симфонию на жития святых, на симфонию на одиннадцать неканонических книг, Библии и на трехтомник Нового Завета с толкованием блаженного феофилакта. Если было бы официальное запрещение, а не в газетах только, как и случилось, то на это был бы ответ Деяние 5.29. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Если речь идет о человеческом благословении, то оно не может быть дано и иметь некое действие, если оно вопреки живого Слова Божия. Люди могут совершать некое действие видимое, а в действительности там или ничего не будет, или же Божие наказание получишь, потому что вопреки Слова Божия и не по совести. Как Феофан Дотворник говорит, священник говорит благословляю, а Бог говорит неблагословляю. И что будет утверждено на небе? Малахия 2.2. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас в проклятие и прокляну ваше благословение и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Очень хорошо знаю тысячелетнюю игру благословения, когда благословляли самое богопротивное и запрещали самое богоугодное переводить на родной язык, печатать и читать Библию, когда гоняли переводчика Библии профессора Павского Герасима Петровича, воспитателя царя. Их дети благословители погубили царский дом и Россию, зная также, что ропщик, попы и архиерей на мои книги. Ну что из того? Солом 108-28 Они проклинают, а ты благослови, они восстают, но да будут постыжены, раб же твой да возрадуется. Вот и ответ. Пусть выйдут на собеседование по всем темам в книге в любом месте, в эфире, на радио или по телевидению, у них ли в епархии, у нас ли в церкви или в университете. Сколько раз уже приглашение им отсылал, и по сей день ни единого писка нет. У меня есть цензоры, и при том два, совесть моя и Бог, и я не ищу своего, но вижу ясные плоды от книг. Когда души из мира приходят, примиряются со Христом, и зеретиков делаются православными батюшками. На благовестие дано благословение Духом Святым всем, кто знает истину. Деяние 8-4 Между тем рассеившиеся ходили и благовествовали слово. Мое благовестие продолжается благотворно уже сколько? 45 лет. Ну, теперь 54, 55 уже. И пусть иные засвидетельствуют о плодотворности моего поприща. Не зря ли я тружусь? Галатом 2-2 Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался? Вопрос о том, кто благословил на проповедь, мы слышим здесь на каждом шагу от всех. Эти вопросы утопили русскую нацию в разврате, в бездействии, в опошлении понятия благословения. Книга к истинному православию это проповедь, но изложенная потом и на бумаге. Ко мне поступает известие из разных стран дальнего и ближнего зарубежья, а не только от лично знакомых, что, прочитав эту книгу, люди обрели веру во Христа и пришли в православную церковь. Более того, попы, которые в открытую лютуют против моих книг, потом на ухо сообщают, что это делают ради буйного своего архиерея. А книги эти давно уже стоят на их книжных полках дома, и они по ним ведут занятия по изучению Слова Божия. Вот еще как бывает. Филиппийцев 1.18 Ну что до того? Как бы ни проповедали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться. И я могу спросить, кто благословляет все века поддерживать мирскую власть, которая идет в разрез со Священным Писанием? Кто благословляет все канонизации прошлые и современные? Кто благословляет все епархиальные мурзилки, где описывают освящение боевых знамен, гонят на войну, на гибель неразумных отроков? Кто? Михея 2.11 Если бы какой-либо ветренник выдумал ложь и сказал Я буду проповедовать тебе о вине и секере, то и он был бы угодным... Не, Иван, здесь нету Ии. Зачем ты ставил ее? То он и был бы угодным проповедником для этого народа. Если же если кто не согласен на благословение Божие, изреченное в Писании, то кому же он тогда противится? Встречаешь человека, говоришь о земных поклонах, а он в ответ А вас на поклоны благословил батюшка? Идет игра в благословение. И она привела к идолотворчеству. Из смертных людей создали кумиров оракулов. Они чудовищно невежественны в законе Божьем. И гнут к тому, чтобы только угодить вышестоящему. И стоило оттолкнуть одного, и вся Россия упала. И храмы в один момент стали никому не нужны. Мы благословлены Богом. Ефесянам 1.3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Нужно прихожан усадить унук Христа вместе с Марией, которая избрала благую часть, и которая у нее не отнимется никем. Конечно, хорошо было бы, чтобы все говорили единомысленно. Но это невозможно, потому что не в большинстве истина, а у Бога богов. 3.2.2.14 И сказал Михей, жив Господь, я визреку то, что скажет мне Господь. Дорогой батюшка, ответьте подробно, так ли я вас понял, по вопросу ли отвечаю. И если логично, вы с чем-то в книге не согласны, то подробно с указанием в странице и строке укажите мне, и я буду только рад тому. И благословите меня и эту книгу, ставшую для многих нитью для выхода ко Христу и в православную церковь. Я вижу в этом обильное благословение жизнодавца. Бог будет судить не по мнению людей, а по плодам, происходящим от благодать Его, приводящие ко спасению. Иоанна 10.10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Что вообще значит благословляю, если это касается не поездки в соседнюю деревню, а экскурс в библейские Палестины. Благословитель должен знать никак не меньше того, кто пишет, чтобы самому не оказаться без благословения от Господа Бога. А я ведь не свое трактую, а сравниваю Библию, которую много раз прошел, с тем, что есть ныне и вижу, что не просто разница большая, а совершенно иное в ином направлении толкуют и не туда ведут. В России никогда не было проповедано Евангелие так, как должно. Это еще Лисовск Лисков сказал. Не случайно, когда спросили царя Александра Третьего, почему он по такому-то вопросу не посоветовался с министрами, он просто возразил, а зачем? Они в этом деле знают меньше моего. Сейчас модно стало на книжках писать, что такой-то архиерей благословил, а то и патриарх. А там такой тины запелен, ну так, чтобы огром не продерешься. Исайя 8,20 Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. В своих книгах открытым оком я разбираю примерно по 60 вопросов и ответа патриарха Алексея. Ты понял эту празу? Такой тины запеленута, что багром не продерешься. Ну да, так я имею ввиду, в книгах они что пишут-то? Да. В своих книгах открытым оком я разбираю примерно по 60 вопросов и ответа патриарха Алексея, митрополита Кирилла и старобрядческого митрополита Андриана. И у них поровну всего по два вопроса только правильно ответили. Теперь я им накинул еще там наполовину, до шести довел. А остальное прямо вопреки Библии. Так кто же их-то благословил? Нести Ахинею. Трусость и корысть размножать перед миром всем. Или решение Синодора ПЦЗ в присутствии коренной иконы были совершенно противоположны нынешним. Кто благословил отца Виктора Потапова и отца Петра Перекрестова вчера говорить и писать одно, а сегодня прямо противоположное? Благословение действительно только то, которое от Бога по Писанию, а не от прихоти человеческой. Исайя 5,44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога не ищете? Это человек, который священнику пишу, который в Люксембурге, который мне помогал, то есть он мне очень близкий был. Израиль был сильнейшим образом, как православные, привязан к священникам и делали все по благословению их. Но Иисус Христос, Иоанна 1,11 пришел к своим, и свои его не приняли. Учили, учили, а пришел и не приняли. Почему же? Третье царство, 22,22,23. Он сказал, «Я выйду и сделаюсь духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь духа лживого в устах всех всех пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе». Стих. Старея рабу, Авраам поручил найти Исааку невесту. И тот, повинуясь ему, поспешил немедля к урочному месту. С ним десять верблюдов с подарками шли. И так, со своим караваном, вступил он в пределы далекой земли, в тот город, что звался Хараном. Был вечер, и час приближался, когда, легкий и пугливый, как серный, стекали все юные девы туда, наполнить кувшин у цистерны. И к Богу возвал он, «Чедроты свои, яви господину, о Боже, да будет та дева достойна любви, с которой разделят он ложе, «Тебе, господина, вручай судьбу, я жду откровений или знака, пусть дева, поддавшая воду рабу, и станет женой Исаака». И так, изливал он всю душу в мольбах, к цистерне меж тем подходила ревека с кувшином блестящим в руках, прекрасная дочь вафуила. И странник сказал ей, «Наполни кувшин, чтобы мог я напиться оттуда». Она же ответила, «Пей, господин, а я напою и верблюдов». Восславил Всевышнего Елеазар залогом грядущего счастья. Невесте, избранной немедленно в дар, он серьги вручил и запястья. Через несколько дней выступал караван, скрываясь за дарью от взора, и с ним покидала на веки Харан прекрасная внучка Нахора. Ольга Чумина. Чумина? Чумина. Чумина. Сколько раз уже говорили, как у тебя выворачивает? Все. Все. Ну, Ольга-то запомнила. Ну, Чумина, Чумина. Это не первый раз. Да главное, что ударение от тебя. От чего? Ты же русский человек. Ну, вот такое дело. Ну, я хочу узнать, кто с нами тут пребывал, нет? Голос подайте. Что, это будет ролик?